Сегодня у меня произошло очень интересное наблюдение. Я делала хоопонопоно технику уже, наверное, дней 25. Стараюсь делать каждый день. И в очередной раз, когда я говорила о себе маленькой девочке из прошлого, «Прости меня, мне очень жаль, я люблю тебя». Я представила, что я прихожу как взрослая, как взрослый ангел из будущего сама к себе, к себе той маленькой в этой ситуации. И из этого родилась медитация в моем воображении. Я не знаю, существуют ли какие-то аналоги. Скорее всего, да. Но я хотела с вами поделиться, потому что я потом зависла в этой медитации достаточно долго. Я ее проделала к нескольким ситуациям из прошлого. Я ощутила, что они реально отпустили. И что боль прошлых ран, она начала залечиваться в этом фоне. И это тот элемент, которого мне очень не хватало в многих практиках, в том же самом хоопонопоно. В других практиках возврата к прошлому, переписывая его. В общем, техника такая. Она у меня опять же родилась из хоопонопона. Вот из той части, когда мы вспоминаем ситуацию и говорим сначала человеку, который нас обидел, например, «Прости меня, мне очень жаль, я люблю тебя, я благодарю тебя». Можно это расписать. За что именно, да, тебе прости? Почему я люблю тебя? Или просто «я люблю тебя?» Я благодарю тебя за что? Как этот опыт пригодился мне в будущем? Потом сказать ту же самую фразу себе. «Прости меня, я люблю тебя, я благодарю тебя». И сказать эту фразу Богу. Так вот, техника такая. Выбираем ситуацию в прошлом. В моем случае я делала ситуацию и год назад, и 20 лет назад, и 25 лет назад, когда я была совсем маленькой. Представила, что у меня еще несколько месяцев, я лежу, там, 2,5 года. Была тяжелая ситуация в детстве, например. Я представила эту ситуацию, когда я зову на помощь, когда мне плохо, когда мне больно, когда и родители не понимают, и близкие. Я совсем-совсем-совсем одна. И в этот момент я прихожу к себе, видя ангела из будущего. Вот я сейчас, взрослая тетя. Обнимаю себя, кладу руку. Если, например, сижу, обняв свои коленки, плачу, гладю по спине, гладю по голове, целую, обнимаю, говорю, что я твой ангел. Я взрослая, Ладя, которая пришла к тебе из будущего. И начинаю прям разбирать эту ситуацию. Прям, почему ты платишь? И говорить, как сильно я люблю сама себя. Обнимать, кладь по головке, взять на ручки и помочь разобраться с ситуацией. Дать какую-то вот ту мудрость как раз из будущего, ту любовь, ту ласку. Сказать, что я тебя понимаю. Я бы тоже, мне тоже было бы очень грустно. Такая ситуация. Объяснить с точки зрения других людей. Те же самые родители, которые могли себя вести как-то, как делать нам больно тем самым. Не, хотя объяснить ту ситуацию, дать совет, сказать, доверяй мне. Посмотреть прямо в глаза, взять за плечи, с большой-большой любовью сказать, доверяй мне. Я тебе сейчас помогу. Я дам тебе ключик к тому, чтобы распутать ситуацию. Я обещаю, что я всегда буду с тобой рядом. И мы берем вот с этой маленькой ладушкой, которая тогда плакала, которая была больно, распутываем эту ситуацию, прорабатываем ее. Я беру за ручку себя, веду какую-то альтернативную ситуацию и переписываем ситуацию. Я наблюдаю, как она развивается. Я наблюдаю, как развиваются события, когда я начинаю вести себя по-другому. Когда я пробую эту тактику, пробую это поведение, пробую это отношение, как меняется мир. Потом я оборачиваюсь к самой себе, с будущего. Ангел-хранителя обнимаю, благодарю, говорю, что это работает. Я отпускаю. И ангел говорит в ответ. Я ангел из будущего, что я всегда буду с тобой рядом. Я всегда буду наблюдать с тобой из будущего, из неба, с вселенной. И охранять тебя. Я точно знаю, что ты вырастешь большой, и все у тебя будет хорошо. Поэтому чувство моего опора, я всегда тебе приду. Просто позови. Всегда защищу, всегда помогу и выручу. И дальше ребенок уходит переписывать свою историю и жить с четким знанием того, что о нем заботится. И вот, честно, эффект потрясающий. Я сделала сейчас три раза. Она вернулась, когда у него было два с половиной года. Когда мне было пять-десять лет. И одну ситуацию вообще в прошлом году, когда я уже сама была взрослой, и тоже я пришла к себе как ангел из будущего. И переписала ситуацию, и сказала четко, что нужно делать. Потому что сейчас уже с будущего нам понятно, да, многие вещи, как нужно было тогда поступить. Тогда у нас не было этого ресурса. Вот. И взяла себя за руку, взяла себя за плечи, очень твердо, очень нежно. Посмотрела в глаза и сказала, так, сейчас мы после того, как выплакаемся, берем и делаем вот это. Доверяй мне, пожалуйста, делай вот это, и все будет хорошо. Вот. Поэтому, надеюсь, вам тоже поможет. Продолжение следует...